Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Сегодняшний выпуск начнем с ситуации, в которой немцы и жители Германии должны быть готовы. Завтра в среду большое количество аптек по всей Германии будут закрыты в знак протеста против политики федерального правительства в области здравоохранения. Будут работать службы экстренной помощи, но население просит запастись необходимыми лекарствами заранее. Почему же происходят такие забастовки и с какой проблемой столкнулась Германия? На данный момент количество аптек упало до самого низкого уровня за последние 4 десятилетия. Это происходит из-за того, что многие аптеки испытывают финансовые трудности. Надбавки за рецептурные препараты не повышались уже более 10 лет, и аптеки не могут платить адекватную заработную плату работников. Также есть перебои и в снабжении лекарственными препаратами, и их замена требует больших затрат, так как их приходится готовить самостоятельно из таблеток. А тем временем энергетики Германии призывают граждан экономить газ, и это зимой. Хранилища заполнены и в законах, подобных тем, что были год назад, больше нет необходимости. Тем не менее, мы призываем население использовать как можно меньше газа. Существуют факторы, которые мы не можем контролировать. Если в течение двух месяцев будет очень холодно, то резервуары опустеют, и их придется пополнять. Чем меньше потребление, тем меньше затраты и тем выше энергетическая безопасность. Однако, будем надеяться, что все пройдет хорошо. В то же время, по всей Баварии проходят обыски по делам об антисемитизме. Только в Мюнхене и его окрестностях рейды были проведены в 10 квартирах. Также сообщается о действиях полиции в Нюрнберге, под Пассау, под Кобургом, а также в Фюссене и Мемингене. Среди обвиняемых 19 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет и одна женщина. Данные обыски проводятся на основании определенных публикаций этих людей в социальных сетях или других ресурсах в интернете. А тем временем органы госбезопасности Германии обеспокоены тем, что из сектора газа ФРГ смогут проникнуть сторонники Хамас. Около 320 немцев, включая членов их семей, смогли покинуть сектор газа и попасть на территорию Египта. На вопрос о том, сколько из 320 беженцев являются гражданами Германии, в Министерстве иностранных дел ФРГ не ответили. Сейчас беженцы из сектора газа находятся в посольстве Германии в Каире. Немецкие органы безопасности, которые участвуют в визовом процессе, обеспокоены тем, что боевики Хамас смогут попасть в Германию под предлогом воссоединения с семьей. И для достижения этой цели необходима тщательная полицейская работа со стороны властей Германии и Израиля перед отъездом беженцев из Каира. Именно так подытожила заместитель председателя христианско-демократической фракции в Бундестаге Андреа Линховиц. А тем временем на МВД Германии продолжают сыпаться обвинения в некомпетентности. Это происходит после выступления в Кельне одного из представителей Талибана, о котором власти не знали. Глава ведомства Нэнси Фейзер пообещала дать полные разъяснения позже. Однако уже стало известно, что Абдулла Амар приехал в Германию легально через Нидерланды по шенгенской визе. Дело в том, что немецкое правительство не внесло его ни в один санкционный список. Амар произнес свою речь в поддержку Талибана всего в трех километрах от штаб-квартиры Федерального ведомства по охране Конституции. А тем временем наконец-то в Германии станет спокойней. На западе Германии задержали двух мужчин, которые рассылали сообщения о минировании от лица Хамас. Полиция выследила двух подозреваемых. Одного из них задержали в земле Баден-Вюртемберг, а другого в земле Северной Рен-Висфалии. По версии следствия, оба мужчины причастны к многочисленным угрозам взрыва в школах, университетах, органах власти, а также в аэропорту Гамбурга. Напомню, с 19 октября по всей Германии было зафиксировано 250 случаев ложного минирования. Подозреваемым 19 и 30 лет соответственно. Оба мужчины имеют гражданство Германии. Также еще одно происшествие произошло в Гессене. С одной стороны оно тревожное, а с другой стороны хорошее. В Гессене полиция задержала подростка-экстремиста, который готовил покушение. 18-летнего правого экстремиста задержали по подозрению в подготовке нападения. Согласно пресс-релиза, подросток готовился к серьезному акту насилия, а также его подозревают в незаконном хранении оружия. Следствие установило, что 18-летний житель Гессена на различных форумах неоднократно угрожал другим людям убийством. Во время обыска у подростка изъяли компьютер, сотовые телефоны, оружие и боеприпасы. Сообщается, что первоначальные оценки изъятых вещей подтвердили эти подозрения. Сейчас 18-летний юноша взят под стражу. И сегодняшний выпуск закончим с ситуацией в Испании. В Испании прошла еще одна ночь жесткого применения дубинок испанской полиции во время антисепаратистских протестов в Мадриде. Такого большого количества случаев применения силы со стороны европейских полицейских не было со времен протестов в желтых жилетах во Франции в 2018 году. Это вся информация, которой я сегодня хотела бы поделиться с вами. До следующего выпуска и пока!